Добрый вечер! Дорогие друзья, я попрошу вас выключить свои мобильные телефоны или поставить их, пожалуйста, в беззвучный режим. Не забудьте. Дорогие друзья, я попрошу вас. Которую на сегодняшний день, наверное, нечасто можно где-то найти и встретить. Мы стараемся, когда объясняем, что это такое, стараемся не использовать слово фольглор. С одной стороны, многие люди с большим трудом представляют, что это такое. С другой стороны, стараемся не использовать слово джаз. Потому что тоже большая часть людей имеет об этой музыке достаточно такое узкое представление. Мы нашу программу называем новое дыхание традицией. Я думаю, это очень близко. Мы старались подойти с любовью, с терпением и выносим на ваш суд эту прекрасную музыку. А сейчас я хочу пригласить на эту сцену, Елену Алексеевну. В общем, Лену Краснопевцеву. Сереж, почти все уже сказал. Мне хочется добавить, хотите, добавить совсем немного. Вот сейчас девочки первые начнут петь песню, так как пели раньше телевизор именно в таком возрасте. Им от 13 до 15 лет. И это тот возраст, когда девушки уже выходили на площадь и как бы заявляли о том, что они уже замелистились. Поэтому пели они всегда в полный голос, пели достаточно ярко. Как вы видите, мы оставили и те костюмы, в которых ходили в старину. Мы не стали одевать современную одежду, потому что считаем, что мы несем код своего народа. И в течение 30 лет лично я ездила по деревням, а потом брала с собой и воспитанников, которые долгие годы ездили по деревням. Поэтому каждого была своя бабушка, от которой они перенимали не только манеру пения, не только, наверное, голос и поведение, сколько мудрость. И последние 5 лет я уже даже ездила без магнитофона, потому что я уже ездила не за песнями, а ездила для того, чтобы увидеть самого человека. И ту удивительную теплоту, и ту удивительную мудрость, которая у меня в своем сердце. И свою программу мы как раз хотим начать с двух песен, которые озвучали в исполнении именно и таких девочек, и постарше. А потом, чтобы я уже не заходила на сцену, а просто предупредила о том, что будет дальше, нам было очень важно сохранить именно так, как звучали песни в старину. Мы не меняли в своем пении ничего. Единственное, что профессиональные музыканты, которые очень тонко подошли к этому вопросу, они пытались эту песню еще насытить современным звучанием. Мы понимаем, что сегодняшней молодожи очень трудно достучаться той музыкой, которая звучала в многих веках и в которой хранился именно ход нашего народа. Мы очень надеемся, а мы уже провели некоторые такие концерты, когда в школу задавали этим вопросом, привели анкетирование. Надо сказать, что все они сказали, что им совершенно не мешает слушать современную музыку и наше исполнение в старинных костюмах, кроме одной девочки из ста. И сказали о том, что им очень интересна наша музыка и где ее можно послушать. Вот вашему вниманию мы предлагаем музыку, которую очень хотелось бы, чтобы вы и услышали, и послушали. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Звучит музыка 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 Звучит музыка